Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Чутка приболел сегодня. Попытаюсь записать как-то это видео. Биткоин падает прямо сейчас. С 67800 долларов. Посмотрите, какой дамп на биточке. Тут он был несколько часов назад. Затем немного поднимался. Но в целом, смотрите, минус 3000 долларов. С 69. Какое падение на биткоине. На это на 15 минутке мы смотрим. С 67. Здесь был отскок. Затем снова падение. Трейдеры общаются в моем телеграмме. Обсуждают что-то. Спасибо за теплые слова. Всем спасибо. Присоединяйтесь к этому телеграмму. Ссылка в описании под видео. 500 трейдеров онлайн. Примерно. Капитализация рынка 2,4 триллиона. 361 тысяча посетителей на моем сайте. Bitcoinprice.live Посмотрите, какие объемы были на выходных. И какие теперь объемы. Объемы предсказывают цену. Но прямо сейчас биткоин падает. Сильно причем. 372 биткоина было продано в 15-минутной свече. Пытается удержаться. На Bybit регистрируйтесь, получаете бонус. И также там мировой трейдерский турнир с призовым фондом 10 миллионов долларов. Индекс страха и жадности в зоне жадности. Доминация биткоина 53. Фандинг. Цена. Биткоин падает прямо сейчас. В этом видео сделаем теханализ биткоина. Покажу вам свои сделки. И по теханализу посмотрим, что он нам говорит. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Давайте прямо на мой торговый аккаунт. Там нормально так просел он. 709 тысяч у меня на балансе. А вчера было 730 минус 20 тысяч долларов. За последние, не знаю, пару дней. На этой неделе было 695. Поэтому я в плюсе на, ну, примерно 15 тысяч. Но падение сильное. Сделка на биткоине в плюсе на 26 тысяч 400. А было плюс 40 тысяч вчера. Я не знаю, что является причиной этого падения. Какие там новости? Но давайте перейдем на графики и сделаем теханализ. Ну, рынок, конечно, сыпется. Доджкоин минус 2%. Солана, эфириум. Что еще? Вся крипта падает. Биткоин минус 1%. Но минус 3% вчера. Теперь открываем недельный таймфрейм. Стохастик разворачивается вниз, смотрите. На этом падение. И также, смотрите, оттолкнулся от сопротивления. Не смог его пройти. Это не бьютифл. Развернулся все-таки от этого сопротивления биткоин. Посмотрите, у нас тут большие паттерны. Большая чашка с ручкой на недельном. Также бычий флаг. Чашка с ручкой это. Вот это бычий флаг. А также расширяющийся клин. Но прямо сейчас биткоин падает. Крипто-гуру-бот все еще держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года. Биткоин-индикатор-бот дал сигнал на покупку на прошлой неделе. И продажу пока что не сигнализировал. Опускаемся на дневной. И стахастик направлен вниз. Какое падение-то на биточке. То несколько часов назад, смотрите, поднимался на 69500 и опустился на 66500 долларов. Активировалась почти моя торговая идея, которую я давал вчера. Я всех предупреждал. И поставил заявку на 66500 долларов. И посмотрите, биткоин очень близко подошел к этому уровню. Но опять же, развернулись от сопротивления. Это не бьютифл, честно говоря. Это нисходящий расширяющийся клин. Нужно было вверх выходить из этой фигуры. Но то, что мы развернулись от сопротивления, не прошли его. Это не бьютифл. Может биткоин опуститься теперь на 59000. У нас тут сильная поддержка и повыше есть. Я бы сказал на 65. Но вполне вероятно, что биткоин пробьет эту поддержку. Следующая есть также на 59000. Тоже поддержка у биткоина. Когда стахастик разворачивается вниз, сквиз моментом зашел в серую зону. Каждый раз, когда сквиз моментом заходит в серую зону, то вот смотрите, когда перекупленность у стахастика разворачивается вниз, это время продавать. И сквиз моментом идет в серое. И здесь тоже смотрите, тоже с квизмом серый, стахастик вниз разворачивается, и мы падаем с 66, идем на 58. Еще один момент, когда такая же была ситуация, когда биткоин упал с 65 на 52 тысячи. Еще один момент, когда была такая, двойная вершина, и биткоин упал с 66 на 52. Давайте на 4 часа еще. Перекупленность, перепроданность, извините. Падает биткоин, близко подошел к моей торговой идее. И видите, тут на графике формируется голова и плечи. Плечо, голова, двойная вершина, плечо, ну может быть. Развернулся, ровно от сопротивления. Пытался пробить, но как-то не зашло. Ложные пробои. Это нехорошие новости. Должен был случиться хороший выход, но сейчас биткоин вниз идет. Почти активировал мою торговую идею. Но пока что она не активировалась, то можно подобрать биткоин ниже, на этой поддержке. Очень быстро биткоин может туда опуститься. Я бы подождал до этой поддержки. 65700. Стоп-лосс на 65400. И... нет. Похоже, что пройдет еще ниже. Должен был вверх выходить, а он нихера не вышел. Это показывает слабость. Да. Восстановится ли биткоин или пойдет ниже и ниже? Это вопрос. Пока что падает. Опустился на 66. Нужно, я думаю, закрывать позицию. Слишком сильное сопротивление. Большой памп на Юнисвап. На Доджкоине было тоже. Массивное, хорошее движение вверх было. Давайте вот посмотрим на Доджкоине. На Доджкоине бычий флага. Но тоже не проходит сопротивление. Но здесь похоже на огромный бычий флаг. Флагшток и полотно флага формируются. Но давайте еще. На Дневном. Сильное сопротивление. На Доджкоине тоже. Да. Вот смотрите. Не смог пройти это сопротивление. Теперь эфириум. Тоже вверх выходил. Но теперь заходит обратно. В симметричный треугольник. Внутри давление. Давление вверх выходим. Но мы вышли и... Затем вернулись обратно. Я все закрываю. Все закрываю позицию. 27 тысяч профита. Размер позиции был 240 тысяч долларов. Закрываю также на споте. Выхожу в кэш. Хорошую прибыль заработали. Продаю на 121 тысячу долларов биткоин. Чик. Все закрываю. Все позиции. Теперь Доджкоин выглядит-то нормально пока. Но все хочу закрыть все-таки. И потом перезайти. Потому что ложный выход не бьютифл. Такие истории это не очень хороший знак. Нужно все закрывать. И затем будем перезаходить в WorldCoin в минус 8% уже. Сильно это падение сегодня. Закрываю эту позицию. Все нужно продать. Я продаю, закрываю все. Выхожу в кэш. Для того, чтобы сохранить прибыль. А затем я перезайду потихоньку. МСРТ не продаем. Суи. Посмотрите, какое падение на биточке. Все закрывать надо побыстрее. Суи. В минус закрываю. Минус 300 долларов. 710 тысяч на балансе. И почти все в кэше. Закрыл позиции на споте. Закрыл позицию на биткоине. И, кстати говоря, мои трейды на биткоине, они просто идеальные. Я вам сейчас покажу. Ребята, надо быстрее, конечно, записывать это видео, потому что все нужно закрывать, все падает. Вот смотрите, как я торговал биткоином. Я красава. Последние 180 дней. И зацените. 26 400. Это вот та, которую я сейчас закрыл. 23 027. 22 000 профита. Минус 6 400. 12 000 профита. Это мои последние сделки на биткоине. Прекрасно. Все позиции я закрываю. И теперь нужно поставить ордера на покупку. Все, закрыл я. Доджкоин. Биткоин. Полностью в кэш вышел. МСРТ только не продал. Опять же, почему я все это закрываю? Потому что, потому что биткоин упал. Не смог пройти сопротивление. Это был нехороший знак. Биткоин должен был проходить это сопротивление. Подождите. Давайте еще вот эту небольшую позицию закрою. Теперь смотрите, мои трейды. Да, не показывает историю. Да, сука. Зачем они так? Почему? Я там продал, там купил, там продал, там купил, там продал. Биткоин падает. Давайте возвращаемся на графики и будем расставлять ордера на покупку. Все освежаем. Все чарты. Давайте сначала биткоин. Тоже все посмотрим заново. Теперь по новой. Все, делаем теханализ. А, ну этот бычий флаг. Нет, я все-таки все оставлю. Такие, конечно, выходы должны были быть из всех этих бычьих паттернов. И не сложилось. Я ждал, пока откроется биткоин ETF, чтобы увидеть, ну там типа, что произойдет. Как будет реакция рынка в понедельник. Но получилась распродажа. Биткоин не пробил это сопротивление. Где купить теперь? Нужно купить как можно дешевле, чтобы заработать. Хорошая поддержка находится тут на 62. 59 там. По-любому, это истинная цена биткоина. Как я говорю уже многие месяцы. Но 62 тысячи, там может быть хороший отскок. От 59 много было уже разворотов. Я бы поставил здесь. 61. Ну хорошо, 59 это основная поддержка. А вторая 61.800. Ну и будем надеяться, что биточек все-таки пройдет сопротивление. Нет. Все-таки надо опускать на 59. Вот такую сделку можно было бы открыть на биткоине от поддержки. 60.567. Цена входа. 100 плюс 58.335. Или нет. Я бы пониже. 58.100. Риск 2400 долларов. Заработать можно 28.600. Это в расчете на один биткоин без плеча. Такую заявку я и поставлю на... Но хотя биткоин всегда идет на 59. На каких-то плохих новостях. То, что биткоин сейчас падает, это показывает его слабость. Он должен был вверх выходить из бычьих паттернов. Ну вот так, короче, я сделаю. На 59 заходим. Стоплос на 57.800. Риск 1100 долларов. Заработать можно 30.200. С десятом плечом торгуйте, заработайте 300 тысяч долларов. Вот такая сделка. И в этот раз я открою позицию на 10 биткоинов. 10 биткоинов с плечом. А, нет, это на споте. Давайте здесь. 10 биточков. Цена 59 тысяч. Меня, конечно, захейтят за эти продажи. Ну, в общем, ставлю заявку на 10 биткоинов по цене 59 тысяч. Мне это обойдется в 30 тысяч. Размер позиции 590 тысяч долларов. Подтверждаем. Заявка на 10 биткоинов размещена. По 59 тысяч. Попробуем зайти. Теперь давайте сделаем доджкоин. Общая капитализация рынка. Давайте еще сюда посмотрим, что здесь. Ну, потенциал-то выхода остается. Сходили на ретест. На этом симметричном треугольнике. Хотя нет. Похоже, что тоже здесь ложный пробой случился. Может быть и ловушка. Типа обратно заходим, внутри давление, давление и вверх пошли в итоге. Сильная поддержка на 2 триллиона. Поэтому, может быть, 15% падения еще на криптовалютном рынке. Такое вполне возможно. Ну, хорошо. Давайте доджкоин и Юнисвап. Тоже хочу поставить ордера на Юнисвап. Юнисвап тоже ничего не пробил. А сильная поддержка на Юни будет. Давайте я все-таки поудаляю то, что уже было. Нужно найти поддержку на Юнисвап. Так, все это удаляем. И теперь заново. Ищем поддержку на недельном графике. Я бы сказал, что много касаний было этого уровня. 6 долларов 50 центов. Недавно Юни был на этом уровне. Ну, лучше, если бы мы зашли от этого уровня. 4,70. Да. Интересно, пляшу гуси. Ну, может быть, какой-то паттерн. Давайте посмотрим. И, ребята, если сейчас вы начинаете рассказывать, что, типа, вчера топил за рост, а теперь продает. Я торгую. Это трейдинг. Я реагирую на рынок. И биткоины, и альткоины, они должны были пробивать эти сопротивления. А то, что это все не смогло пройти сопротивление, это показывает слабость. Но все еще возможно, что пройдем выше. Но может опуститься Юни на эту поддержку. Но 4,70. Хороший уровень для того, чтобы взять Юни. Юнисвап я буду заходить на споте. Юнисвап я возьму по 4 доллара 70 центов. Куплю на 50 тысяч долларов. На 50 тысяч. Юни по 4,70. Готово. И теперь давайте то же самое доджкоин. Ребята, я знаю. Знаю. Меня просто размажут. Может быть, удержимся. Может быть, может, но когда такую слабость показывает биткоин, и ты делаешь деньги, когда покупаешь дешево. Когда купил, тогда ты заработал. Понимаете, что я имею в виду? Так, доджкоин теперь. Ну, по доджкоин не похоже, чтобы он разворачивался. Большой нисходящий треугольник. Хороший рост показал доджкоин. Давайте тоже все старое поубираем с чартов и прорисуем заново. Все это убираем. Неделька. Где поддержка? Давайте смотреть. Множество касаний. 10 центов. Да. Но опустится ли на 10? Вот вопрос. 8 центов тоже поддержка. Там доджкоин был в сентябре. Ну, вполне возможно. Вот тут реально самая сильная поддержка. Ну, хорошо. Давайте возьмем доджкоин по 8 центов. Доджкоин 8 центов. Это, конечно, сильное падение будет на доджкоине. Если улетит на 8 50 тысяч долларов, будем брать по 8 центов. Подтверждаем. Теперь юни доджкоин. Это все поставил. Юни додж. Ворлдкоин 2.27. Тоже давайте все поудаляем и свежим взглядом пройдемся по графику. Огромный нисходящий треугольник. Ну, хорошо. Давайте просто. Где поддержка? Основная поддержка на недельном. 7 октября. Ворлдкоин стоил доллар 50. В сентябре 24 опускались на доллар 20. Но доллар 40. Сильная поддержка. Но объемы все еще растут. Да. Также сильная поддержка здесь на доллар 80. Но доллар 40 лучше. Поэтому ворлдкоины я куплю по доллар 40. Вот смотрите, где я купил ворлдкоин. Я купил его, когда 4 октября по доллар 40. И затем я продал по 2 доллара 20. А теперь я возьму еще раз. По... Почем? По доллар 40. Доллар 40. И ребята, учитесь у меня. Я не хочу, чтобы вы меня тупо копировали. Я хочу, чтобы вы принимали свои решения. Покупаю ворлдкоин на 50 тысяч долларов. По доллар 40. Попробую взять. Теперь основные ордера расставлены. Ворлдкоин додж юни. А, также еще на споте надо поставить на биткоине. По 59. Давайте перейдем на спот. Поставим там заявку. А, вот кстати. Смотрите, где я покупал биткоины. Вот они мои покупки. Взял по 59 и продал биткоины. По 67. Прекрасные, отличные трейды у меня. Поздравляю. Теперь покупаем снова биткоины. Возьмем на 100 тысяч долларов. По 59. На 100 тысяч долларов. Возьму 1,7 по 58. 377. Зайду на 1,7 биткоина. Давайте на 2 биткоина поставим. 35 тысяч ворлдкоинов. По доллар 40. 625 тысяч додж коинов по 8 центов. И юнисвап по 4,70. И также на деривативах. Заявка на 10 биткоинов. По 59 тысяч. 710 тысяч долларов на балансе. Начинал со 150 тысяч. И сейчас я полностью в кэше. МСРТ я не продавал. Но опять же, это не финансовый совет. Я ранее инвестор в этом проекте. Ну а так-то я в остальном в кэше. 710 тысяч 700 долларов на балансе. Ну что ж, нужно быстрее выпустить это видео. Покаткой движ на биткоине. Почему ты так много держишь в кэше? И полностью не зашел в крипту. Я был на 50% в крипте. А теперь почти на 100% в кэше. Потому что я сохраняю свой капитал. Джеймс, почему ты не видишь восходящий клин на 4 часах? Ну там был, да. Там был небольшой. Что насчет эфира? Я... Сегодня я уже не буду делать других теханализов. Спасибо, Джеймс. Спасибо. Ты крутой. Открываешь ли ты позиции на деривативах с теми активами, о которых рассказывал сегодня? Я только что поставил заявку на биткоине. Спасибо за вечерние видосы. Теперь смотрю тебя два раза в день. И также присоединяйтесь к телеграмму. Спасибо тебе, Джеймс, за поддержку. И за те знания, которыми ты с нами делишься бесплатно. И показываешь свои видео каждый день. Другие инфлюенсеры просто треплются. И рассказывают нам о том, как они богаты. А вот, кстати, я вам покажу на в Твиттере. 92 800 фолловеров. Уже достигли дна на медвежьем рынке. Покупайте крипту сегодня. И это изменит вашу жизнь. Это было в начале 23-го года. Когда биткоин стоил 20 тысяч. Как вам такое, если биткоин пойдет на 69? В этом году. Круто, да? Это было в январе 23-го года. И буквально вчера биткоин был выше 69. А этот твит я делал в январе 23-го года тоже. Когда биткоин стоил 21 тысячу. Все хотят биткоин по 60. Никто не хочет биткоин по 16. Вот почему многие проиграют. Золотой крест. Почти. А это я ответил в феврале 23-го. Отличные. Какие торговые сигналы у меня. Напоследок напомню, что под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус. Также там турнир трейдеров. CoinW раздает бонусы. И мои курсы по криптотрейдингу. Я знаю, что это видео соберет много хейта. Но я просто показываю, как я торгую. Это не финансовый совет. Принимайте свои решения. Всем желаю хорошего дня. Посмотрим, как там дальше поведет себя биткоин. Может быть, я был неправ. Может быть, будет отскок. Хороший такой. Он должен был пробивать сопротивление там раньше. А не пробил. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Включите колокольчик. Может быть, это видео вам не понравится. Но я сохраняю свой капитал. Правило номер один от Уоррена Баффета. Сохраняй свой капитал. Правило номер два. Помни правило номер один. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok